добрый вечер добрый день или доброе утро все в зависимости от времени суток когда вы смотрите с вами доктор шляпа сегодня поговорим о компьютерном железе я приведу примеры сегодня мы будем обозревать немножко истории интела и что на данный момент юзает народ начнем пожалуй с самого распространенного и культового сокета когда появились первые двухъядерники это семь семь пятый вот представитель платы как правило они шли на ddr2 памяти получается у них было несколько чипсетов которые поддерживали определенные процессоры приведу вам сейчас в пример процессор 775 сокета вот он на данный момент тут какой-то селерон одноядерный но были двухъядерники четырехъядерники core 2 duo core 2 quad по сей день народ даже умудряется сидеть на этих платформах как на ddr2 памяти так и на ddr3 есть вот вот эта плата на ddr3 следующий сокет самый популярный и на нем сегодня можно даже сидеть играть монтировать видео и так далее это сокет 1155 второе и третье поколение интела было и первое поколение семейство core но они были на 1156 платье ну 56 сокет соответственно это 55 но они ничем так внешне практически не отличались вот на вот этой платформе 1155 уже ddr3 память в отличие от 775 соответственно поддержка этой памяти больше соответственно сюда можно допустим 2 слотовые до 16 гигов 4 слотовые до 32 и на самых крутых платах соответственно 64 гигабайта оперативной памяти вот пример процессора под 1155 сокет сокет там у нас были соответственно процессоры core i3 это два ядра 4 потока такая рабочая машинка на которой можно попечатать посмотреть ютубчик поиграть самые такие простецкие игры были корой 5 это чистые четырех ядерники уже соответственно там можно было и монтировать видео с этими процессорами и сейчас можно до туговато но можно и самые топовые процессоры были семейство корой 7 второго и третьего поколения соответственно процессоры а и 5 и 7 даже были с индексом кей соответственно их можно было разгонять на платах на платах за чипсетом ну чипсеты подразделяется на h61 b75 z77 это самые распространенные чипсеты вот так вот выглядит плата уже со вставленным процессором следующем соответственно культовым поколением это пошли у нас пятое шестое седьмое сокет 1151 было и четвертое поколение сокет 1150 но к сожалению он не актуален и слишком дорог материнские платы недорогие но вот процессоры к сожалению очень дорогие соответственно в этот обзор эта платформа не входит входит платформа 1151 вот пример самый такой крутой платы это asus за 270 это чипсет под разгон соответственно сокет 1151 опять же порой 3 были были пентиумы двухъядерные уже соответственно ddr4 память который есть пример прям под руками ну вот ddr4 память соответственно были процессоры корой 3 корой 5 5 6 7 поколения платформа у кого она на данный момент есть есть допустим денежные средства могут в принципе ее проапгрейдить у кого там совсем все печально и стоит celeron двухъядерами если у вас изначально компьютер построен на данной платформе и соответственно там какой-нибудь корой 3 корой 5 или корой 7 оставайтесь на этой платформе достаточно производительная можно монтировать на и можно хорошо играть отличная платформа и соответственно была же ну так называемый ребрендинг данной платформы уже с 310 чипсетом ну аж 310 b365 и за 390 за 370 это 1151 в 2 там уже восьмое девятое поколение процессоров если у вас сейчас компьютер допустим 775 и у вас есть деньги для того чтобы проапгрейдиться лучше всего проапгрейдиться на 1151 в 2 если вы имеете предпочтение к интеллу это соответственно корой 3 9 100f корой 5 9 400f ну если там у кого есть совсем огромный бюджет на апгрейд компьютера может взять плату за 390 и соответственно купить там корой 9 продолжим дальше я покажу платформу 2011 платформа 2011 чем хороша это такая достаточно интересная платформа на которую можно поставить как и серверные процессоры так и десктопные достаточно производительные допустим 2011 в один например сейчас в китае можно оплату там за 5000 рублей взять intel xeon допустим 1000 за 2 и в принципе так по дешману собрать в принципе такой достаточно производительный компьютер но это платформа для гурманов на данный момент моей руке китайская материнская плата хуанан же x99 это 2011 в 3 сокет уже с поддержкой ddr 4 памяти в отличие просто от 2011 соответственно она имеет тут четырех канал платы которые брендовые по типу gigabyte asus имеют 8 слотов 8 каналов платформа достаточно интересно для тех кто любит разгонять и так далее в принципе очень хороша платформа за свои деньги но в следующем ролике мы также расскажем о md